Своё выступление перед депутатами президент начал с наиболее актуальных вопросов, волнующих сегодня общество, а заодно остановился на тех обещаниях, которые давал кыргызстанцам перед выборами. Социальная политика государства, по его словам, постепенно, но развивается. Так, ставки на ипотеку понижены до 6%, тогда как заработные платы учителям и другим категориям бюджетников, напротив, поднимают. Выросли оклады и сотрудников правоохранительных органов. В целом, на эти цели из госказны было направлено около 14 миллиардов. Большая работа ведётся по борьбе с коррупцией. За решёткой оказались многие чиновники, обвиняемые в экономических преступлениях. Он сказал, у меня есть список 30 коррупционеров, и на эти вырученные с коррупцией деньги подниму зарплату врачам-учителям. Вот он точно обозначил, кому он поднимет. Действительно, зарплата врачам-учителям постепенно поднимается. Борьба с коррупционерами идёт. Вот посмотрите, сколько человек уже после заседания безопасности понесли наказание, скольких человек снимают ответственных первых лиц, о чём говорит уже о родовых чиновниках. Поэтому, ну, надо дать должность, настойчивость президента добивается, докапывается до истины. Он сказал, я всё знаю. Ведётся работа в части налаживания дипоотношений с другими странами, так как на тот момент с некоторыми государствами у республики были натянутые отношения. По мнению политологов Сорумбаю, Джейенбекову удалось достичь необходимых компромиссов с зарубежными коллегами и проводить сбалансированную внешнюю политику. Постепенно вот эта работа налаживается. Он сказал, буду проводить такую внешнюю политику, которая будет отвечать национальным интересам Гыргызстана. Действительно, вот это обещание выполняется. Ещё одна проблема, которая долгие годы волнует жителей регионов – обеспечение населения чистой питьевой водой. Эта нелёгкая задача требует особого подхода, как приоритетного направления в развитии экономики страны, говорит президент. Он отметил, что 107 сёл уже обеспечены чистой водой, а до 2024 года строительные работы по проектам завершатся ещё в порядка 715 сёлах. В ближайшие пять лет все регионы Кыргызстана будут полностью обеспечены чистой водой. В настоящее время через финансирование международных финансовых институтов создан список из 588 сёл и определён финансовый источник на сумму 33 миллиарда сомов. Будут предложены переговоры с инвесторами по привлечению необходимых средств. В основном мы привлекаем долгосрочные кредиты с грантовыми элементами. Чистая вода – это здоровье народа, здоровье нации. Без чистой воды не будет и развития. Программа будет реализована в три этапа до 2026 года. На первом и втором этапе до 2024 будет сдан в эксплуатацию 31 водный объект. В результате появится 27 тысяч гектаров новых орошаемых земель. Улучшится миллиардативное состояние 46 тысяч гектаров. На сегодня подготовлена проектно-сметная документация 22 ирригационных объектов. Если в четырёх завершены строительные работы, то в 13 эти работы продолжаются. За последние два года освоено полторы тысячи новых орошаемых земель. Срок работы нынешнего созыва Джорху Кинеша истекает этой осенью. Поэтому перед парламентом президент четко обозначил первоочередные цели и задачи. На фоне приближающей политической гонки он призвал народных избранников сконцентрировать свои силы на рассмотрении и принятии неотложных законов. До того, как начнет работу новый созыв, законодательная база должна быть полноценной, заявил глава государства. В целях усиления антикоррупционных мер в ближайшее время на ваше рассмотрение будет внесён законопроект, касающийся декларации государственных и муниципальных сотрудников. Для полноценного функционирования Института бизнес-омбудсмена, созданного в целях защиты прав предпринимателей и инвесторов, необходимо принятие соответствующего закона. Также есть несколько законопроектов, направленных на обеспечение чистой водой и реализацию ирригационных проектов, а также проекты, требующие ратификации. Перед главным политсобытием этого года парламентскими выборами президент призвал все политсилы не мешать мирной жизни в стране и не увлекаться популизмом. Он уверен, что укреплять партии надо, но предлагаемый избирательный порог в 9% смогут осилить немногие. 7% – это пройденный нами испытанный путь. Сторонники 5-3% порога приводят аргумент, пользующийся поддержкой народа, поскольку утверждается, что необходимо дать возможность молодежи. Но на самом деле и здесь присутствуют корыстные интересы некоторых политических сил, прикрывающихся интересами той самой молодежи. Думаю, депутаты всесторонне обсудят и примут взвешенное решение. У меня же будет абсолютно одинаковый подход ко всем партиям. Партия – это только часть общества. А я был избран, чтобы служить интересам не какой-либо партии, а всего народа. Я служу всему народу. Какая бы партия ни победила на выборах, я готов совместно работать с ней во благо и в интересах нашего государства. Более оптимальные. У нас, конечно, было бы в стороне два ведущих, две партии ведущих было бы неплохо. Но до этого нам надо идти. Это процесс. К этому запад шел столетиям, 50 лет, 100 лет. Ну, в современных условиях можно какой-то мир. Но для этого надо поднять уровень сознания населения. Мы еще к выборам относимся зачастую не очень ответственно. Не следует забывать о том, что будет и после выборов, подчеркнул глава государства. Крайне необходимо провести выборы так, чтобы не нанести ущерба инвестклимату. Главное на сегодня заключил глава государства. Важно не допустить раскола между народом и властью, беречь единство в обществе, сохранять межнациональное согласие и мир в стране.